Блок юридической помощи. Это простой способ знать закон. В июле получать пенсию будут по-новому. Нас спрашивают, а действительно ли с 1 июля этого 2020 года получение пенсии изменится. То есть, получать пенсию будут по-новому. И если это действительно так, то как именно это произойдет и для кого? На что отвечаем, что действительно, с 1 июля 2020 года пенсии будут перечисляться только на карты Национальной платежной системы МИР. Это аналог западных систем. Карту можно выпустить в любом банке Российской Федерации. Переход на карты МИР начался еще в 2017 году. Новым пенсионерам банки сразу выдавали такие карты, а остальным придется их оформить в течение ближайших 4 месяцев. Выпуск карт МИР осуществляется без изменения 20-ти значного номера счета, на который ранее перечислялась пенсия. Поэтому подавать в Пенсионный фонд России новое заявление о доставке пенсии не надо. Если же вы предпочитаете зачисление пенсии на счет по вкладу, без привязки к карте, или вам доставляет ее почта России, тогда нет необходимости переходить на карту МИР. И для вас ничего не изменится. Если после просмотра выпуска у вас возникли дополнительные вопросы, просим их задавать в комментариях, на что мы ответим в отдельном выпуске. На этом канале мы занимаемся бесплатной юридической консультацией пенсионеров и сообщаем всю важную информацию о пенсиях. Если вы хотите знать больше, важной правовой, и не только информации о пенсиях, и дальнейшее улучшение качества выпусков, то обязательно ставьте «Мне понравилось». Просим задавать интересующие вас вопросы в комментариях, и лайкать понравившиеся вопросы. На все вопросы по мере их поступления и в зависимости от их популярности, то есть количество лайков под ними, мы будем и дальше отвечать отдельными выпусками. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, и мы обязательно ответим. Цель нашего проекта – оказание бесплатной юридической помощи всеми доступными средствами. Если вы хотите помочь развитию проекта и повышению качества и количества выпусков, ставьте лайки, делитесь нашими роликами, и самое главное – подпишитесь на блог юридической помощи.